Мир вам, дорогая Церковь! Народ Божий собран здесь, в этом собрании. Прежде всего, или в продолжении нашего общения, служения, давайте мы так скажем, слава нашему Господу, который побудил нас прийти на это место и дал нам такую возможность, желание нашего сердца, и мы здесь, на этом месте. Господь нас здесь встречал. Я так верю, я так знаю, я так убежден. Прежде чем первый, кто-то первый пришел на это место, Господь уже раньше был здесь. Он знал, что было запланировано в нашем, ну скажем, графике, в такой-то день, с такого-то времени здесь будет служение. Господь это тоже знает. Поэтому Он уже раньше нас всех был уже на этом месте, встречал нас. Благословен наш Господь. Итак, продолжение нашего общения, служения, то слово, которое Господь положил на сердце, я хочу этим делиться, учитывая наше молитвенное собрание. Итак, сегодня брат первый, который передо мной здесь проповедовал, говорил из послания Титу о том, что явилась благодать Божия спасительна для всех человеков, и Господь избрал для себя народ, особенно ревностный к добрым делам, из числа которых мы с вами находимся. Благословен наш Господь. И эту мысль я хочу просто продолжить, но уже из другого места священописания. Апостол Петр пишет в своем послании, я зачитаю это место. Итак, первое послание Петра, вторая глава, 9-10 стих, два стиха я возьму. Но вы, это идет обращение к тебе и ко мне, к нам, народ Божий, Церковь Божия, братья и сестры, но вы, народ избранный, царственное священство, народ святые люди, взятые в удел, дабы возвещать совершенство, призвавшего вас из тьмы в чудный свой свет, «Некогда не народ, а ныне народ Божий, некогда не помилованные, а ныне помилованные». Слава нашему Господу. Благословен наш Господь. Итак, я хочу остановиться на этой мысли или на этом тексте священного писания. Итак, Петр говорит о том, что мы есть народ, народ его избранный. Я не знаю, насколько мы даем отчет о нашем избрании перед Господом. Это очень ценно. А теперь давайте мы сами себе, просто вникнем в самого себя, рассудим. Если Он призвал, тот, который призвал тебя и меня, цель у Него какая? По отношению ко мне, по отношению к тебе. В Его призвании, когда Он призывает у Него, у великого нашего пастыря Бога, есть какая-то определенная цель. Конкретному человеку, которого Он призывает. А теперь, с другой стороны, что касается лично меня, мой отзыв на Того, Который призвал меня. А теперь, на что я настраиваю себя? Или я хочу продолжить со своим характером, со своим нравом, идти навстречу призвавшего? Или обратное, оставить все свое адамовское, покориться тому, который призывает меня. Покориться тому или настроить себя, быть внимательным, как сегодня уже хор тоже пел. Послушаю, что скажет Он во мне. Приготовить себя, свое сердце, к тому, который призывает Божие. В свое время, когда Бог призвал апостола Павла, и он прямо там, в той встрече, уже, ну, ослепил тот яркий свет его. И он в этой ситуации, в таком потрясении находясь, говорит, Господи, что велишь мне делать? И Бог дальше ему сказал, что ему нужно куда пойти и там ожидать. И это так произошло. Благосвят наш Господь. Это вот такой, ну, скажем, жизненный пример из Евангелия, да, из послания Деяния апостола, что связано с апостолом Павлом. Бог его призвал. Бог его призвал ярого противника, гонителя церкви. Казалось, неумеримого такого, ну, злоделающего против церкви. Для Бога не было ничего невозможного остановить такого разъяренного и направить совершенно по направлению, который Бог пожелал вести этого человека. В конечном итоге, помазал его апостольским служением. И благодаря тем посланиям, которые он писал к церквям, они дошли до нас, жителей 21 века, благодарения нашему Господу. Итак, сегодня Господь обращается к тебе и ко мне, что мы есть род избранный, царственное священство. Народ взятый у дел, дабы возвещать совершенство. Итак, давайте мы теперь рассудим. Писание говорит о том, чтобы мы, призванные им, возвещали совершенство. У меня будет ко всем вопрос. Задавая этот вопрос вам, я прежде всего его самому себе задаю. «Расскажите, расскажите, как это вы делаете? Как возвещаете совершенство?» Это не просто только проповедник. Вот с этого места, евангельские истины, которые передает... Ну, понятно, истины евангельские, это и есть путь совершенства. Писание говорит к нам, призванным, чтобы наш образ жизни был связан с тем, возвещать совершенство. Этот у меня вопрос ко всем вам. Сам себе ответь. Поразмысли. Найди ответ для себя лично. Это место священного Писания, оно работает в твоем сердце или нет? Оно работает, принадлежит ли это место для тебя и ты для этого места священного Писания? Вот такие простые, но очень насущные вопросы. Итак, ты, я, мы призваны возвещать совершенство. Как же ты делаешь это? Как у тебя получается? Как возвещаешь? Ты совершенство. И об этом давайте мы поговорим. А после этого мы будем молиться. И у нас будет причина, почему мне нужно молиться. А еще больше, что нужно моей молитве сказать теперь великому Богу? Может, здесь нужно принести самого себя на алтарь перед Богом и сказать, Боже, мое призвание заключается в том, чтобы я возвещал совершенство, но делая анализ своей личной собственной жизни, к стыду моему, откровенно будем перед Богом, скажу, Боже, а я что-то не нахожу себя, чтобы именно я в этом был посвящен, возвещал совершенство. Ну и продолжение этой мысли или раскрыть вообще-то путь совершенства, я хочу из другого послания апостола Павла теперь заметить, или как раз сюда, как в дополнение этой мысли или в раскрытие этой мысли. Итак, апостол Павел отмечает об этом в послании к Колоссянам. Третья глава. Я возьму с 12 стиха, буквально несколько стихов из этого послания, из этой третьей главы к Колоссянам. Он начинает такое обращение. Итак, церковь, народ Божий, слушай внимательно. Бог говорит, Бог говорит сейчас твоему сердцу. «Итак, облекитесь, как избранные божьи, святые и возлюбленные». Слава Господу! Это и есть обращение великого Бога ко мне, к тебе, к тем, кто принимает евангельскую истину, к тем, кто неравнодушны к библейским этим заявлениям великого славного Бога. «Итак, облекитесь, как избранные, божьи, святые и возлюбленные». Давай приготовим свое сердце Божие, подобно как пророк сказал, «На стражу мою стал я, и стоя, что же скажет он во мне?» И вот сегодня Бог говорит к твоему, моему сердцу, к избранным своим. Это слово относится только к избранным. Если ты понимаешь, верою принял, что ты есть из числа избранных, это тоже к тебе относится, это место священописания. «Итак, облекитесь». Ну, по-другому, чтобы нам больше было понятно, я уверен, мы это хорошо знаем. Ну, потом, скажем, как вот, оделся человек, да? Облекся. И дальше, во что нужно мне облечься? Что я сегодня уже, с чего я начал этот день? Мы проверим себя. И вот Писание дальше продолжает. Это же 12 стих 3 главы Колоссянам. «Облекитесь, святые и возлюбленные». Номер один. Первое. «В милосердии». Расскажите, расскажите, как это вы делаете? Как у вас работает эта истина, милосердие? В вашей, нашей, в моей собственной жизни. Церковь, она облечена в милосердие. Нигде такого милосердия не встречаешь во всем мире. Даже среди, ну, самых культурных, самых, ну, образованных людей этого не встретишь. Это существует, есть только в церкви. Милосердие. Может, есть в окружении, в вашем, твоем, такие, ну, скажем, люди или так дальше, где нужно проявить милосердие в направлении том, к людям. Я, может, стороной прохожу. Может, это меня не касается. Может, мое сердце черство и закрытое, и не работает в этом направлении. Но Писание говорит мне, говорит, облекись, облекись в милосердие. Это присущая часть церкви, истина для церкви, свойство, особенность, качество. Как бы мы его, ну, как говорится, не называли или перечисляли, но это есть то, что есть в церкви. И это неотъемлемая часть церкви. Милосердие. Давай дальше продолжим. Что дальше перечисляет апостол, вдохновлен Духом Божиим? И говорит следующее, благость смиренно, мудрее, кротость, долготерпение. Я себе так полагаю, слово облекитесь, я воспринимаю для себя, это что-то, скажем, оделся. С какой стороны не посмотришь, и только будешь видеть вот эти истины, эти свойства. И смиренно, мудрее, и смотрим, и милосердие есть, и долготерпение есть. С какой стороны? Просто не заглянешь, не посмотришь на жизнь этого человека, на его характер. А он со всех сторон вот такой красотой, благодаря Евангелию, Писанию, просто снаряжен, одет. И Бог призвал церковь, народ, нас к этому, чтобы мы в этом находились. Далеко не будем заходить. Расскажите, как в семье происходит у вас обстоятельства взаимоотношений? Милосердие работает, сострадательность работает, долготерпение, смиренно, мудрее тоже работает. С дома это все начинается, с наших близких отношений друг к другу, с близкими, родными. И потом дальше распространяется этот круг, расширяется. А потом, когда вы вместе сошлись вот таким наполненными, облеченными вот в это свойство истины Божией, и можете себе представить, как будет выглядеть церковь, какое будет настроение, какое будет вдохновление в сердце каждого присутствующего в том собрании, где такие люди присутствуют. Благословен наш Господь. Давайте дальше, следующий стих я зачитаю. 13. Для чего это все нужно? А потом вот мое и твое отношение. 13 стих об этом открывает. С нисходя друг другу и прощая взаимно. Эта истина только благовествуется внутри в церкви. Она источником является. Нигде. Самые лучшие законы, которые бы изданы были любой страной, ничего подобного вы не услышите и не узнаете, и к этому там особого и нет ничего. А только в евангельской истине, в законе духа жизни Божьим это существует. Итак, сегодня ты успела это сделать, если есть тот, которому ты уже давно, может быть, не прощаешь. Может, давно на кого-то имеешь обиду, горькую обиду в сердце. Да, это есть причина. Оправдывай себя. Так я ссылаюсь. Оставь эту причину. Учти это евангельское слово, прими его к своему сердцу и поступи. Согласись с этой истиной. Дай, чтобы эта истина начала жить в твоем наших сердцах, прощая взаимно, если кто, на кого имеет какую-либо жалобу. Писание говорит к избранным. Избранные, чтобы так делали, так поступали. И вот дальше продолжает Павел в этом же стихе и говорит. А теперь дает причину или сравнение. Как Христос простил вас, так и вы. Слава и благодарение нашему Господу. Вот единственный, ну скажем, ориентир, образец, метод прощания. Как это сделать? С чем это можно сравнить? На каком уровне это прощение должно быть или выглядеть? И Писание мне говорит, или мое внимание обращает на того, который это сделал там, на Долгофе. Аллилуйя! Благословен он, Господь! Он просил тебя и меня. Он просил и сказал, и беззаконий, не воспоминув более, благодаря его голгофской жертве. Мы входим в присутствие к престолу благодати, благодаря его жертве. Таков благ великий Бог. Как Он просил меня, тебя. Он теперь открывает для меня и говорит, так делай и ты. Есть ли кто на кого имеет какую-либо жалобу. Прости, прощайте, как и Христос простил нас. Благословен наш Господь. Вот мы идем к молитве, очередной молитве. Вот о чем я буду молиться. И я просто поощряю, призываю, сделай ты так же. Вот о чем надо молиться. Господи, так как ты простил, а у меня так не получается. А я как-то это не практикую. Ну, к примеру. А может кто-то сказать, а я вообще никогда этого не делал. Но теперь, когда слышу эту евангельскую истину, Боже, она дорога моему сердцу. Она близко. Она просто родная. Это истина моему сердцу. Я буду так делать и так поступать отныне. То, о чем ты сейчас напоминаешь, или этим напоминанием возбуждаешь чистый смысл, как Петр говорит в своих посланиях. И дальше давайте мы продолжим. Это был 13 стих. Как Христос простил вас, так, так. Ни по-другому, ни иначе. Ни по обстоятельствам, ни по возможности, ни по настроению. Ничего этого не перечисляется в этом месте. А так, как это сделал Он, как это сделал Он, Господь Иисус, Тот, Который искупил тебя, Тот, Который призвал тебя, Тот, Который записал имя Твое на своих тланях, пробитых там на Голгофе. Это Он сделал, любя Тебя, прощая Тебя и нас. И говорит, ты тоже сделай так, делай так в своей жизни. Это великое благословение. Когда мы совершаем молитву «Отче наш», или это текст Христом дан для Его учеников. И там в этом, скажем, в этой молитве, каждый раз, в каждом собрании, по два раза, и в день по несколько раз, мы же говорим в наших молитвах, прости, прости мои долги так, как я прощаю. А я вот прощаю не все, прощаю. Ну, значит, так и будет и ко мне. Заметьте, как Господь сильно, веско ставит на вид мне эту истину, этот образ жизни для меня. Прощение. Прощаю. Или прости меня так, как я. Видите? Хочешь, чтобы в сто процентов ты был прощен. Сделай так само и для другого. Прощать один другого. Как Христос просил нас. 14 стих. Следующий говорит. Сильную, могущественную истину для меня. Более же всего. Облекитесь милосердие, сострадательность, благость, смиренно-мудрее, долготерпение. И вот этот список. А потом еще, как в заключении этого списка, Бог что-то по-особенному говорит следующее. Выделяет. Говорит, более всего или больше всего. Больше всего. Облекитесь в любовь. Аллилуйя. Бог есть любовь. Ты понимаешь, церковь, народ Божий, все присутствующие в этом собрании. Ты понимаешь, к чему Бог призвал тебя и меня. Облекись в любовь. Как не посмотришь на человека. Там просто присутствие живого Бога. С какой стороны ни глянешь, как бы ни зацепили этого человека, а оттуда только излучение любви. Ни гнева, ни раздражения. Ну, может, там, как говорится, ни крика какого-то, а оттуда только источник любви. Больше всего, более всего, облекитесь в любовь, которая есть сна. Совокупность Совершенства. Слава и благодаря нашему Господу. Вот и ответ на то послание Петра, о котором мы начали. Новый род избранный. Царственное священство. Народ взят его дел, дабы возвещать Совершенство. Вот он и ответ в послании Колоссянов. Оказывается, любовь есть Совокупность Совершенства. И так возвещать, передавать, излучать любовь к Божию в своей личной жизни и передавать для других. Муж передает для жены, и жена замечает в муже любовь к Божию. Муж в жене замечает, дети в родителях своих замечают. Любовь Божия излучается, царит, покоится в семье. Это правда? Или это просто мечты? Это истина. И это есть правда. И она должна быть достоянием твоей семьи, твоего сердца, моего, нашего и нашей церкви. Благословен наш Господь. Больше всего облекитесь в любовь. Давайте мы сделаем так, решение в моем, в нашем сердце. Сделай это сегодня, прямо сейчас. И когда мы будем молиться, прямо так и скажи Господу, Боже, понял, Твое слово, которое я слышал, обличает. Больно мне, что я оказался, ну, не сто процентов посвящен на этой истине. А теперь не хочу дальше так же и продолжаться, или оставаться в своем состоянии, в котором я был. Хочу поменяться. Боже, хочу быть обличен во все это достояние евангельское, которое ты передаешь через это Евангелие. И больше всего этого в твою любовь обличен хочу. Одетым быть в твою любовь. С какой стороны не глянешь, как я уже отметил, да? И что там? Что там можно заметить? Только любовь. Только любовь великого славного Господа. Благословенны, друзья. Это вы такие. Это вы, призванные Богом. Это вас заметно. Это вы излучаете. Это вы передаете. И другие замечают об этом, что это есть в вас, в нас. Благословен наш Господь. И заключительный стих из этого, отрывка этого послания. Я читаю 15-й стих. И довладычествует в сердцах ваших мир Божий. Аллилуйя. Какое пожелание великого славного Бога. Какое призвание к призвавшим. И довладычествует. Вы знаете, что такое слово «владычествует»? Господином, властелином мир Божий пусть будет в твоем моем сердце, в твоей моей семье. Благословляйте один другого. Это истинно. Мы делаем какие-то пожелания, какие-то, ну, хочем выразить кому-то, какой-то семье, там, я не знаю, или к дню рождения. Вот это скажи. И мир Божий довладычествует в твоем сердце. Если это обращение к семье, так скажи, в твоей семье мир Божий довладычествует. Это сильно. Это величественно. И я хочу прямо отсюда заявить и сказать для тебя лично здесь сидящим и для твоей семьи мир Божий, мир Божий довладычествует в твоей семье, в твоем сердце. Аллилуйя. Вы понимаете, что такое мир Божий? Филиппинцам, уже не буду говорить, там, в четвертой главе. И мир Божий, который превыше ума, да соблюдет сердца ваши и помышления ваши во Христе Иисусе. Аллилуйя. Это ценно. Соблюсти сердце, помышление. Это главное в нашей сути или нашей сущности. И все это будет связано в одно целое во Христе Иисусе. Как это славно. Ну, и этот стих все-таки до конца. Да владычествует мир Божий в сердцах ваших. И дальше говорит следующее. К которому мы призваны. Призваны. Церковь, народ Божий, дети Божьи, я вместе с вами. Бог заявляет мне и говорит, я призван к тому, чтобы мир Божий владычествовал ко мне. Ты об этом знал? Ты знаешь об этом? О своем призвании? О своем предназначении? Мир Божий, чтобы владычествовал в твоем моем сердце. И Бог дальше говорит, которому ты и я призваны в семье нашей. Владычествуют не раздоры, не ссоры, не споры, не какие-то, ну, как говорят, огрызается там человек на какие-то слова. Ему что-то, как говорится, поправить хотят, а он раз. Это может быть владычествовать в семье, в сердце, в характере человека. Но Писание меня учит, изменяет, преображает в образ великого славного Господа. Мы к этому призваны, чтобы владычествовал мир Божий в тебе и во мне. К этому, к этому я и ты призваны. Ни к чему-то ни к раздражению, ни к яростью, ни к злобе, мы к этому не призваны, а призваны, чтобы мир Божий владычествовал в твоем и в моем сердце. И дальше все-таки оканчиваю эту мысль с этого стиха 15-го. Которому вы призваны в одном теле, в Иисусе Христе. И будьте дружелюбны. Слава и благодаря нашему Господу. И будьте дружелюбны. Не просто дружите, а связующая любовь, Божья любовь, да будет в твоем, моем, в наших сердцах. Пусть этого собрания, молитвенного собрания, когда мы выйдем, пусть будет твое сердце мое преображенным, измененным, по особенному переполненным присутствием Богом, принятием Его истины, и сказали, Боже, отныне хочу не просто жить для себя, а для тебя, потому что ты сказал, обращаясь в слове послания к калифианам, Павел говорит и напоминает, разве, разве вы не знаете, что вы есть храм, живущего в вас Святого Духа, и вы не свои, аллилуйя, а куплены дорогой ценою Его, и поэтому проставляйте Бога и в сердцах ваших, и в душах ваших, и в телах ваших, и в душах ваших, которые суть Божия. Аминь.